Здравствуйте! Поговорим об архитектурных шедеврах. 26 апреля 1164 года во Владимире было закончено строительство золотых ворот. Инициатором создания этого архитектурного шедевра был князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, правивший в то время во Владимире. Обратите внимание на то, что Андрей Юрьевич повелел взять за образец уже известные в то время золотые ворота в Киеве. Владимирские ворота назывались золотыми потому, что они были окованы золоченой медью. В том же 1164 году, также по велению князя Боголюбского, вокруг Владимира было закончено строительство крепостных стен. Именно в этот город Андрей Боголюбский и перенес столицу своего княжества, став великим князем Владимирским. 26 апреля 1879 года в Петербурге у Александринского театра были установлены первые электрические фонари. Обратите внимание на то, что конструкцию осветительных приборов придумал русский инженер Павел Николаевич Яблочков. Основа фонарей составляла его знаменитая электрическая свеча. После успешного эксперимента в столице система электрического освещения получила бурное развитие в России и за ее пределами. А память о русском изобретателе хранит улица Яблочкова в Петроградском районе. Она получила это имя в 1952 году. До этого момента улица носила имя американского изобретателя Эдисона, который, как считают отечественные историки техники, позаимствовал у Павла Яблочкова идеи своей лампы накаливания. Поговорим о детях большой политики. Дело в том, что 26 апреля 1983 года генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов пригласил американскую школьницу Саманту Смит посетить Советский Союз. Обратите внимание на то, что эта история началась в ноябре 1982 года, когда американская школьница написала личное письмо Андропову, только что ставшему лидером СССР. В этом послании она задавала трудные вопросы о причинах противостояния нашей страны и США. Получив приглашение, Саманта Смит приехала в СССР летом 1983 года. Ее визит был обставлен как визит высокопоставленной особы. Свои впечатления пребывания в нашей стране Саманта Смит суммировала в своей книге «Путешествия в Советский Союз», которую она посвятила всем детям Земли. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону гаджета и берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит здесь и сейчас, но и то, что было в прошлом. Как говорил Станислав Ежелец, неверная людская память хранит легенды, а проверить их можно с помощью книг. До новых встреч!